В сегодняшнее воскресенье, которое называется «Неделя о Фоме», мы вспоминаем удивительное Евангелие. Историю, которая совершилась уже после воскресения Иисуса Христа. Когда воскрес Христос, Он явился Марии Магдалине, женам Мироносица. Он явился 11 апостолов, потому что Фомы среди этих апостолов не было. Когда в Сионской горнице страха ради Иудейска собрались апостолы, чтобы определить свой дальнейший путь, как дальше жить. Вот распяли учителя, вот его нет. Что мы будем делать дальше? И вот Христос входит к ним дверями затворенными. То есть Он показал свою природу преображенного человеческого естества. И Он проходит сквозь затворенные двери и говорит им «Мир вам». И потом показывая им руки, свои прободенные гвоздями, удостоверяет, что это именно Он. Но среди этих 11 не было одного из учеников по имени Фома. И когда Фома возвратился и снова встретился с учениками Иисуса Христа, которые возвестили Ему, что мы видели Господа, мы видели Его воскресших. Фома не поверил им. Вы знаете, есть такое выражение «Фома неверующий». Почему так говорят? Потому что Фома не верил в Бога. Вот вчера мне доводилось с одним человеком в беседе доказывать, что Фома был глубоко верующим человеком. Ну как же? Ведь все говорят, что Фома-то неверующий. Никак нет. Дело в том, что Фома настолько верил и любил Господа, что не поверил ученикам. А вот давайте теперь зададим первый вопрос. А почему апостол не поверил своим друзьям, такими же, как он, апостолам? Ведь они сказали, мы видели. А Он отвечает, если не увижу своими глазами раны от гвоздей на руках Его, и не вложу перста моего в раны от этих гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, потому что один из воинов копием ребра Его прободе, и обе изыди кровь и вода. И вот пока я не вложу руки моей в его ребра, не поверю. Почему? Почему Фома не поверил? Потому что свидетельство апостолов было неубедительным. Мы видели Господа. Мы видели Его воскресшим. А что изменилось в вашей жизни? Вы же понимаете, что если Христос воскрес, то это вообще все меняет в нашей жизни. Мы совсем другие должны быть. Значит, истина – это Христос. И победа над смертью – это реальность. Почему же вы такие унылые? Почему же вы такие скучные? Мы видели Господа. Мы видели Его воскресшим. Я не верю вам. Понимаете? Он не поверил апостолам, которые без упования, без всецелой радости и надежды говорили Ему о воскресении Иисуса Христа. Как это иногда похоже на нас. Почему иногда нам не верят люди? Потому что мы говорим как-то, ну вот мы верующие, мы в храм ходим, мы молимся, а вот вы не ходите. А я не верю ни Богу. Я вам не верю. Говорят нам наши оппоненты. Я смотрю на вашу жизнь. Как вы живете. Как вы общаетесь друг с другом. Как вы живете в своих семьях. Как вы воспитываете своих детей. Я вам не верю. Я не Богу не верю. Вот это, Фомино, неверие должно заставить каждого из нас сегодня задуматься. А мы являемся свидетелями истинного воскресения Христа. Или мы только веруем в душе. И когда мы говорим «Воистину Христос воскрес», а вкладываю ли я в эти слова всю глубину события, которое произошло почти две тысячи лет назад. Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. В одном ответе должно быть слышно от православного человека глубокое убеждение в несомненности победы жизни над смертью. Победы добра над злом. Победы света над тьмою. А если мы так, простенько, ну, да, я тоже хожу, молюсь, Пасху уже съел, куличи, доедаю. Нам и говорят, «Так уже прошла Пасха, чего вы, Христос воскресе, всякий раз приветствуете друг друга?» Потому что мы радуемся 40 дней. Христос с нами до вознесения Его на небо. И дальше, дорогие, очень важное событие. Вот заходит Фома, 12-й, из апостола. И вот они вместе снова. На восьмой день после воскресения из мертвых Христос снова приходит в Сионскую горницу и снова говорит эти слова. «Мир вам!» Какие сладкие, какие удивительные слова Господа. «Мир вам!» Как нам не хватает всем сегодня мира, мира душевного, мира духовного, мира семейного, мира общественного, мира международного. А Христос говорит нам, «Мир вам!» «И если вы последуете за мною, вы никогда не будете ходить во тьме». И вот Фома, который был среди учеников, вдруг теперь видит то, в чем он сомневался. Он видит воскресшего Христа и, знаете, такое чувство? Видит, а глазам своим не верит. И вот это мгновение его глубокого раскаяния и радости, которая соединяется воедино, вдруг разрушается словами самого Иисуса Христа. Он говорит, «Фома, посмотри на раны мои и дай перст и вложи в раны от гвоздей моих. Дай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». И вот тут Фома опускается на колени и говорит, «Господь, мой и Бог мой». Он все понял. Он не был неверующим. Он убедился так, что потом пойдет проповедовать Иисуса до конца своих дней и примет мученическую смерть. Его заколят копьями за проповедь воскресения из мертвых его учителя и Господа нашего Иисуса Христа. Но тогда он слышит из уст спасителя. «Фома, написано в Евангелии, блаженный, чистый, и сердцем, яко, те и Бога узрят». Если ты, еще нераскаянный грешник, живешь в грехах, блуда, курева, пьянства, разврата, сквернословия, как туда войдет свет Христов. Ты должен очистить свое сердце от всей этой нечисти, от всей этой грязи, от всей этой мерзости. Жить в семье, как положено мужу или жене с мужем, как положено жить в семье. В любви друг к другу, в воспитании, в традиции своей православной культуры, своих детей, в сохранении веры, посещением воскресного богослужения. Мы каждое воскресенье обязаны ходить в Божий храм, где славится воскресший Спаситель мира Христос. Это наша священная обязанность перед Богом исполнения Его заповеди. Шесть дней труди, сделай в них все дела свои. День же седьмый Господу, Богу Твоему. И вот третье, на что мне хотелось бы обратить сегодня ваше внимание, я специально прочитаю, не просто приведу. Мне очень нравятся эти слова, которыми заканчивается двадцатая глава Евангелия от Иоанна. Это тридцать первый стих. Запомните эти слова. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Вот это удивительное завершение двадцатой главы. Давайте напишем на скрижалях своих сердец, как важно нам все то, что мы слышали, читали, потому что многое другое, что сотворил Иисус. Но для чего написано все это в этом священном тексте Евангелия? Чтобы вы уверовали и отныне, уверовав в воскресение из мертвых, знали, что смерть побеждена смертью Христа. Значит, все умершие, все тех, кого мы с вами хоронили на кладбище, они оживут. Это наша с вами вера. Верим в воскресение мертвых и жизни будущего века. Не сомневайтесь в этом. Чтобы ваша жизнь была проповедью победы жизни над смертью, вот тогда не будет таких, как сомневающихся Фома и многих других. И вот, когда мы разговаривали с этим человеком, он понял, он понял самое главное, что Фома-то был совсем не неверующий, а он хотел подтверждения своей веры. И он его получил. Разве мы с вами не получили подтверждение веры в воскресение Иисуса Христа? Получили. А значит, теперь каждый из нас просто обязан не просто веровать, потому что так написано, а так написано для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос. А как переводится Христос? С греческого это Мессия. Это обещанный Спаситель всего мира, всего человечества. Если вы, прочитав эти строки, поверите вы Иисуса Христа как в истинного Мессию, спасетесь. И так, чтобы мы уверовали, что Иисус есть истинный Мессия и Божий Сын, который пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, таких, как мы с вами. Не праведников пришел спасать Христос, а грешников призвать в покаяние. И чтобы мы устами своими исповедовали, что Бог воскресил его из мертвых. Вот эти три очень важных составляющих мне хотелось бы сегодня предложить каждому из вас в этот пасхальный день, который завершает Светлую Седмицу. И, конечно, в завершении вместе с апостолом Фомой, вместе со всеми уверовавшими в воскресение Христа, поздравляю вас этим вечным живым и жизнеутверждающим приветствием хочу паки-паки возгласить Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!